МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При покупке ЖД-билета по какому-нибудь направлению в сторону Астаны будет даваться ЖД-билет плюс к нему билет на экспорт. Зелье в огонь. В Таджикистане уничтожили наркотики на сумму в миллионы долларов. Граница на замке, наркотрафик падает. Прямо сейчас в этой печи сжигается 430 килограммов наркотических веществ. Наука в массы, оптимизаторы рельефа дорог, умная теплица и трость с интеллектом для слепых. Кыргызские школьники представили собственные изобретения. Сейчас мы сымитируем движение машины. Когда машина видит какую-то неровность или кочку, она отмечает все на карте. Под огнем ситуация в украинской Авдеевке остается крайне сложной. Репортаж настоящего времени из прифронтового города. Очень страшно, да. Не спали ночью. Я брала в обнимку свою собаку и выбегала в подъезд. Даже босиком так страшно было. Солнечные дети. В Таджикистане детей с синдромом Дауна готовят к полноценной жизни. Я сама занималась со своим внуком в течение года. Учила его разговаривать, учила играть, купила велосипед для него, учила двигаться. Бывшего главу казахстанского БТА-банка и оппозиционера Мухтара Аблязова власти Казахстана вызывают на допрос в Астану. Антикоррупционная служба Казахстана сообщает о раскрытии новых схем легализации похищенных экс-банкиром денежных средств. В Казахстане Мухтар Аблязов обвиняется в хищении нескольких миллиардов долларов из БТА-банка, которым он руководил до февраля 2009 года. Теперь ему предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества. Уведомление о вызове Аблязова на допрос было опубликовано в средствах массовой информации – казахстанских, французских и итальянских. Столь необычный способ сообщения – Национальный бюро по противодействию коррупции объяснило невозможностью передать Мухтару Аблязову повестку лично, поскольку он находится вне пределов республики и уклоняется от явки. Как сказано в обращении, экс-главе БТА-банка необходимо явиться в здание Национального бюро по противодействию коррупции до 17 часов 10 февраля текущего года. Сам Аблязов на вызов казахстанских властей отреагировал весьма иронично. На странице в Фейсбуке он предложил несколько вариантов галстуков с шуточными изображениями и обратился к своим подписчикам с вопросом, который из них надеть 10 февраля. Напомним, что Мухтар Аблязов последние три года провел во французской тюрьме, его экстрадиции требовали Россия и Украина. Однако Государственный совет Франции решил, что все требования по выдаче Аблязова политически мотивированы и 9 декабря 2016 года подписал указ о его освобождении. До начала Экспо-2017 в Астане осталось 4 месяца, а билеты на международную выставку до сих пор не реализованы. На сегодняшний день из планируемых 3,5 миллионов билетов продано чуть более 600, из них только 12% иностранным гражданам. Чтобы достичь предполагаемого результата, отделам продаж нужно продавать более чем 22,5 тысячи билетов в день. Стоимость билетов от 4 до 8 тысяч тенге, это примерно от 12 до 24 долларов. Пользователи казахстанских соцсетей сообщают о принудительном распространении билетов среди работников бюджетной сферы, преимущественно учителей и врачей. Однако в дирекции выставки эту информацию отрицают и утверждают, что ни одной жалобы в их адрес не поступало. Чтобы привлечь казахстанских туристов, руководство Экспо придумывает новые схемы реализации билетов. К примеру, цена билета на Экспо будет включена в стоимость железнодорожного проезда до Астаны. У нас подписано соглашение с нашей национальной железнодорожной компанией «Казахстан-Тимур-Жубы». Они приобрели определенное количество билетов, сейчас они их будут включать в свои ЖД-перевозки. Сейчас этот момент мы прорабатываем, как и в каком виде. То есть при покупке ЖД-билета по какому-нибудь направлению в сторону Астаны будет даваться ЖД-билет, плюс к нему билет на Экспо. Увольнением главного врача Алматинской больницы номер 7 закончился скандал с опубликованным в соцсетях видео, где глава больницы предлагал своим сотрудникам, цитата, «крутить больных». В конце января в казахстанских социальных сетях «Мессенджер» и «Фейсбук» появилось видео, на котором неизвестный тогда еще медицинский руководитель обращался к подчиненным и советовал им назначать больным дорогостоящие процедуры независимо от их заболевания. После резонансной публикации и требований общества наказать предприимчивого медика началось служебное расследование. Было установлено, что видеозапись была сделана в 2015 году на рабочем совещании в клинической больнице номер 4, а требование «крутить больных» высказал ее главврач Ануар Аманов. В 2016 году он уже возглавил седьмую больницу, но поработать ему там пришлось недолго. После опубликованного скандального выступления врач Аманов был лишен своей должности специальным приказом. Агентство по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан подвело итоги прошедшего года. Журналистам рассказали о количестве изъятых наркотических веществ и о том, что их масштабы сократились по сравнению с 2015. Также сотрудники агентства заявили, что в 2016 году была пресечена деятельность 62 групп наркоконтрабандистов. В этот же день агентство по контролю за наркотиками провело сжигание части запрещенных веществ. С нами на прямой связи находится наш корреспондент Анушервон Арипов. Здравствуйте, Анушервон. Сколько наркотических веществ было изъято и сожжено, и с чем связывают сокращение наркотрафика? Здравствуйте, Динара. Прямо сейчас вот в этой печи сжигается 430 килограммов наркотических веществ, захваченных в ходе десятков спецопераций сотрудниками и оперативниками агентства по контролю за наркотиками, Таджикистана и сотрудниками других силовых ведомств. Дело в том, что сжигаются только те наркотики, в отношении владельцев которых судом уже были вынесены приговоры. То есть эти люди уже сидят в тюрьме. По словам сотрудников агента по контролю за наркотиками, оценивать стоимость сжигаемых здесь препаратов необходимо не в деньгах, а в количестве спасенных на сегодняшний день жизней. Например, 1 грамм героина – это 10 доз. Сегодня уничтожают 6 килограммов 300 граммов этого вещества, а значит более 63 тысяч доз. Больше всего сожгли гашиша – порядка 240 килограммов. И более цеднера – опиасырца. В ходе пресс-конференции агентства было отмечено, что правоохранители в прошлом году изъяли на 1250 килограммов меньше, чем в 2015-м. Из-за обострения международной обстановки и большого количества террористических групп охрана границы с Афганистаном усилена, и контрабандистам тяжелее прорваться в Таджикистан. Низкий рынок сбыта в самой стране – всего порядка 7 тысяч наркозависимых – тоже влияет на уменьшение контрабанды. Снижение производства и посева наркотиков в Афганистане в 2015-м году. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности и компетентных органов Афганистана, в 2015-м году производство наркотиков опийной группы в Афганистане уменьшилось на 3100 тонн. Если в предыдущем году, то есть в 2014-м году было произведено 6400 тонн, то в 2015-м году 3300 тонн. То есть на 3100 тонн было уменьшено производство наркотиков опийной группы в Афганистане. Также было сокращено площадь посева наркотикосодержащих растений на 41 тысяч гектаров. Исходя из этого, меньше было отправлено наркотики через нашу территорию и через территорию других государств. Меньше стали изымать наркотиков не только в Таджикистане, но и в соседних странах Центральной Азии и России до 40%. В 2016-м году 13 афганских провинций объявили себя зонами, свободными от наркотиков. Сегодня запрещенные вещества выращивают в 21-й провинции Афганистана из 34-х. В специальном хранилище Агентства по контролю за наркотиками сейчас хранится еще несколько тонн наркотических веществ, изъятых в 2016-м году. В эту печь они попадут сразу после того, как по ним будут вынесены приговоры суда. Динара. Спасибо, Анну Шервон. Юные изобретатели из физико-математической школы города Бишкек в очередной раз представили свои научные разработки. Их, по мнению школьников, можно использовать в различных сферах и областях. Однако изобретения пока остаются только в стенах школы, несмотря на то, что детские идеи могли бы облегчить жизнь многим взрослым. Что придумывают школьники, узнавал и даже опробовал на себе наш корреспондент Шавкат Тургаев. Своё изобретение одиннадцатиклассник Филипп создавал, думая о плохих кыргызских дорогах. Проект, считает ли он ученый, поможет лучше строить автомобильные пути сообщения и не только шоссе. Этот прибор предназначен для постройки карты рельефа дороги, для того, чтобы на основе этих данных получать необходимое число объема асфальта для выравнивания какой-то местности. Его детище на колесиках под названием Direct Slide, прямое скольжение на английском, способно обнаружить мельчайшие неровности рельефа. Полученные данные отображаются на экране компьютера. Сейчас мы сымитируем движение машины. Когда машина видит какую-то неровность или кочку, она отмечает всё на карте. А эта разработка непременно заинтересует садоводов. Умная теплица. Бегаим напичкала её различными устройствами, датчиками температуры и влажности. Но главная фишка – водяная помпа. Когда она получит сигнал, что растение нужно полить, она сделает это самостоятельно. Сейчас на грядке уже появились ростки укропа. Такая теплица создана для людей, у которых есть ограничения во времени. Например, часто уезжают в командировки, часто находятся за границей. Или просто если у них нет времени ухаживать за растениями, то теплица сделает что за вас. Десятиклассница Валя решила упростить жизнь слабовидящим. Она изобрела трость для слепых и назвала её летучей мышью. Три ультразвуковых датчика сигнализируют о яме или ином препятствии. Валя говорит, что устройство можно использовать уже сейчас. Человек идёт с тросточкой, и перед ним появляется препятствие. И оно начинает сразу пищать. Это значит, что надо куда-нибудь отвезти, и тогда она не будет пищать. Карманный датчик пульса пригодится спортсменам и врачам. Прибор уже действует, но его ещё нужно немного доработать, говорит юный изобретатель Даша. Даша, ну давайте проверим ваше изобретение в действии. Как он действует? А какой пульс? Давайте на вот этот, потому что там кровообращение лучше. Вот здесь у нас есть специальные точки. Сейчас пульс у вас 50. Вот здесь вот розовый мы можем наблюдать саму кардиограмму. То есть благодаря этой кардиограмме... Пульс 50. У меня пульс в норме? Это хорошо. Это хорошо. Значит, я здоров. Здесь талантливые ребята не только изобретают. Они создают компьютерные игры, образовательные программы. Сами учителя их уже с удовольствием используют на уроках. На сегодняшний день робототехника это актуально очень. Идеи детей всегда хочется показать. Хочется, чтобы им с цели и задачи всегда ставишь, что ваш проект должен быть актуален. Вы должны принести какую-то пользу. Информатика, наверное, единственный предмет в школе, результатом деятельности которого является готовый продукт. Ученики физико-математической школы лицея Бишкека по праву являются одним из лучших в стране. Их изобретения не раз побеждали на международных конкурсах. Наверняка многие из этих ребят в скором времени станут известны всему миру. Шавкат Тругаев, Азат Антымаков, Настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Под огнем. Ситуация в украинской Авдеевке остается крайне сложной. Репортаж настоящего времени из прифронтового города. Очень страшно, да. Не спали ночью. Я брала в обнимку свою собаку и выбегала в подъезд. Даже босиком так страшно было. Солнечные дети. В Таджикистане детей с синдромом Дауна готовят к полноценной жизни. Я сама занималась со своим внуком в течение года. Учила его разговаривать, учила играть, купила велосипед для него, учила двигаться. К ситуации на востоке Украины. Наши корреспонденты сообщают, что последние два дня в поле перед Авдеевкой работала артиллерия. Была замечена установка град без боекомплекта, а также танки в самой Авдеевке. Со стороны боевиков в Донецке также замечена артиллерия в городе. Согласно минским договоренностям, все эти виды вооружения должны быть отведены от линии соприкосновения. Мы могли видеть, а также слышать использование различных видов вооружения. Это танки, система реактивного огня, грады. Обе стороны используют тяжелое вооружение. Позиции обеих сторон находятся близко друг к другу. Обе стороны нарушают минские соглашения. В Авдеевке с начала активных боевых действий 29 января погиб один человек. Ранения получили 8 мирных жителей, сообщает МВД Украины. Повреждены несколько десятков зданий. Все эти дни в городе находился наш корреспондент Борис Иванов. Он расскажет о том, что сейчас происходит в городе. Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. От полуночи до утра не было слышно практически ни одного выстрела. Кананада была слышна хорошо накануне вечером до 12 часов ночи. Это действительно работала тяжелая артиллерия, грады. В основном бои были в районе промзоны, в районе Старой Авдеевки. Однако боевики обстреливали и другую часть города, район Авдеевского коксохимического завода. Приблизительно в 18.30 наша съемочная группа как раз попала под такой обстрел. Мы хотели выехать из Авдеевки. И нас накрыло... Это были, скорее всего, 80-миллиметровые минометы. Мины ложились по обочинам дороги, как раз в районе Авдеевского коксохимического завода. Я напомню, это один из путей эвакуации населения. В течение всего дня вчера именно по этой дороге из Авдеевки уезжали люди, и в том числе дети. Крайне сложной остается в Авдеевке и гуманитарная ситуация. Как выживает в тяжелых условиях прифронтовой город, и кто оказывает помощь местным жителям. В репортаже настоящего времени. Разбитых домов в Авдеевке с каждой ночью все больше. В администрации города их даже не успевают сосчитать, не говоря уже о помощи в восстановлении жилья. Вот квартира 80-летнего дедушки Николая. Ему повезло, что в момент удара его не было дома. Я обязательно был бы на кухне, и тут бы посолки по мне проходили, я имею в виду стекла. Вот она, она падает, ее поромало. Они все крепления вырвали. Больше было вот это, то стекло полностью. А это он на встречах висит. Это кто тоже это делает? Не какой-то друг или там знакомый. От морозов жители разбитых квартир спасаются по соседям или в палатках в гуманитарном штабе. К нам люди могут прийти, получить тепло, зарядить телефоны, покушать, получить гуманитарную помощь. Оказать можем мы первую медицинскую помощь. Днем большое количество людей приходит. Под вечер может быть просто что мы только третий день, и люди сюда как бы не знают. Поэтому вечером, ну, заходила молодежь вчера покушала горяченького супа, каши. Позарядили телефоны, посидели, согрелись и ушли. Днем, естественно, очень много людей приходит. Школьница Катерина вместо уроков теперь сидит часами в палатке. Очень страшно, да. Не спали ночью. Я брала в обнимку свою собаку и выбегала в подъезд. Даже босиком так страшно было. Сидим мы здесь с полдесятого утра. Пришли тоже зарядить телефон, получить гуманитарную помощь. Пришли со своими, ну, как, переходниками. Люди начали подключаться, мы начали помогать мальчикам тоже следить за телефонами. Возле штаба люди могут бесплатно взять горячую кашу и чай. Хлеб и коробки с едой гражданским раздает благотворительная организация «Коритас». В наборах есть тушенка, в наборах есть рыбные консервы, кисель, сгущенное молоко. То есть набор достаточно калорийный. Как бы, в принципе, есть разного рода печенья, которые можно, скажем так, сразу съесть, не дожидаясь, когда приготовишь, то есть как-то перекусить. Да, вы видите выдачу хлебушки, то есть по просьбе. То есть мы говорим людям, что есть также хлебушек можно получить. И люди говорят, нужен хлебушек, не нужен, естественно, берут. К сожалению, да, хлеб, вода ограничена. То есть стараемся давать наиболее уязвимым категориям. Я не знаю, что мне дали. Что дали, то будет помощь. Вот, живой один. И что надо? Что надо? Все надо для жизни. Да, какие там продукты? Пенсии мало, какие там продукты? Ели каши, да, что с осени с огорода немножко сняли, да и всего. Из этого района почти каждую ночь привозят раненых гражданских и военных. Но в больнице круглосуточно принимают всех, без исключения. Мы будем работать и ночью, и днем, потому что это наши люди, и мы будем их спасать. Больница открыта, и ночью, и днем. Все работают, никто не гуляет. В Таджикистане ежегодно рождается более 300 детей с синдромом Дауна, сообщают члены благотворительной организации СИДА. Она занимается социализацией детей с этим диагнозом и помогает родителям в их воспитании и развитии. Специалисты утверждают, что солнечные дети, так называют детей с синдромом Дауна, могут жить полноценной жизнью и даже приносить пользу своей стране. Наши коллеги из радио УЗУДИ узнавали, есть ли такой шанс у таджикских солнечных детей. Восьмилетний Ислам Джон родился с синдромом Дауна. Родители узнали о хромосомной патологии малыша, когда ему было три месяца. С того дня и до сих пор они заняты лечением сына. Матлаф Азлиева, бабушка Ислам Джона, говорит, что сама научила его всему. По ее словам, мальчик теперь живет полноценной жизнью и ходит в школу. Я сама занималась со своим внуком в течение года. Учила его разговаривать, учила играть, купила велосипед для него, учила двигаться. Я на минуту его не оставляла, чтобы он не чувствовал себя одиноким и чтобы развивался. Слава Богу, сейчас он может за собой ухаживать. Детей с синдромом Дауна часто называют солнечными детьми, приписывая им повышенную улыбчивость и хорошее настроение. И не у всех солнечных детей заметен такой прогресс в развитии, как у маленького Ислам Джона. Мама, 11-летний Суман, сказала, что узнала о диагнозе дочери слишком поздно. Когда в семье рождается ребенок с синдромом Дауна, это воспринимается как трагедия для семьи. Когда родители узнают об этом, они впадают в шоковое состояние. Родители детей с синдромом Дауна постоянно ловят косые взгляды окружающих, потому что солнечные дети отличаются от обычных детей. Люди, которые знают, что у ребенка с синдромом Дауна, хорошо с ним обращаются, разговаривают с ним, а те, которые не знают этого, у них другое отношение. У него со всеми хорошее отношение. Он очень добрый мальчик, со всеми здоровается, никогда не грубит никому. Для детей с таким отклонением необходима индивидуальная программа развития и обучения. Но прежде всего, для эффективного обучения педагогу необходимо с самого начала позитивно и терпимо подойти к этой работе. Так как у них задержка в речи, с ними тяжелее работать. К примеру, чтобы он изучил цифру 6, нам приходится заниматься с ним где-то 4 дня. Солнечные дети имеют шанс жить полноценной жизнью, если с ними заниматься и развивать их. Поэтому при поддержке благотворительной организации СИДа, которая занимается социализацией детей с синдромом Дауна, в столичной средней школе номер 92 открыт специализированный класс для детей с таким отклонением. Здесь учет детей, правильно выговаривает слова, проводит различные упражнения для их развития, обучают также и родителей тонкостям общения с детьми. На сегодняшний день в организацию входят 200 семей, в которых есть ребенок с синдромом Дауна. Зарина Курбанбекова, член родительской организации СИДа, уверена, что если создать необходимые условия для таких деток, они смогут стать полноценными гражданами и внести свою лепту в развитие общества. Ежегодно в Таджикистане на свет появляются 230-240 тысяч детей. А по данным Всемирной организации здравоохранения, на 700 новорожденных приходится один синдромом Дауна. Поэтому можно предположить, что ежегодно в стране рождаются 330-350 солнечных детей. Синдром Дауна – самая распространенная хромосомная патология. Она возникает, когда в результате случайной мутации в 21-й паре появляется еще одна хромосома. Бород Юсуфи, Александр Касаткин. Настоящее время. Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!